Здравия всем! Меня зовут Влад Мадис. В сегодняшнем ролике я расскажу вам о 9 лайфхаках, которые помогут сэкономить при установке натяжных потолков. Если вы не хотите платить свои деньги и тратить нервы на переделки, то рекомендую досмотреть ролик до конца. Итак, поехали! Первое. Бойлеры и кондиционер. Должны быть демонтированы на момент монтажа. Если вы не хотите, чтобы потолок порвался при монтаже или бойлер и кондиционер были повреждены, то советую прислушаться ко мне. Дело в том, что натяжной потолок заводится в каркас лопаткой снизу и вверх. Для этого необходимо иметь достаточно свободного пространства снизу и по сторонам. Второе. Электрик должен оцентровать провода на плите перекрытия, а желательно поставить крестики на посадочных местах приборов освещения, а также указать на стенах метки, где проходит скрытая проводка и трубы. Иначе будем иметь пробитые провода или трубы, а также люстры и светильники не на своих местах. Третье. Криво или плохо тонким слоем отшпаклеванные стены. Саморезы для крепления профиля просто-напросто не будут держаться. Произойдет следующее. Профиль ляжет очень криво. В итоге кривым будет сам потолок. Либо его просто вырвется со временем. И опять это бьет по карману заказчику. Переделки обходятся недешево. Четвертое. Плитка керамогранит не должна быть положена до самого верха. Шаг крепления самореза натяжного потолка каждые 10 см. А плитка Гресс очень жесткая. Чтобы просверлить одну дырку, нужно использовать одно сверло или перо. Но стоимость одного пера приблизительно 2 доллара. Значит на санузел 2 метра на 2 метра, периметром 8 метров погонных. Нужно 70-80 перьев. А это 140-160 долларов. И это оплачивается заказчиком. Подробную инструкцию по Грессу смотрите в ролике по ссылке в описании. Пятое. Высотные работы. Если высота основного потолка свыше 4 метров, то должны быть собраны жесткие леса. Либо заказчик предоставляет высокие стремянки. Ну и конечно высотные работы занимают лишнее время и оплачиваются отдельно. Шестое. Когда не к чему закрепиться. Дело в том, что профиль натяжного потолка крепится при обычном раскладе. К стене. Если хоть один перестенок отсутствует, то мы используем брус, который крепится к плите перекрытия для того, чтобы потом к нему прикрепить наш каркас. И это тоже оплачивается отдельно. Седьмое. Если по периметру помещения не заделаны все щели или нарушена вентиляция, то потолок может надуваться или втягиваться. И может просто повредиться и придется купить новый. Ответ на этот вопрос и как с этим бороться смотрите по ссылке в описании. Восьмое. Каленые стекла в санузле должны быть демонтированы. Они лопаются при выключении газовой пушки из-за перепада температуры. Девятое. И самое вкусное напоследок. Это кессоны. По кессонам есть свои тех требования. Высота кессона должна быть 12 сантиметров, не меньше. От препятствия на плите перекрытия до губы, полки кессона. Глубина не больше 8, максимум 10 сантиметров. Монтажники засовывают натяжной потолок лопаткой снизу вверх. Им необходимо пространство снизу. Поэтому если вы не хотите, чтобы потолок был порван во время монтажа из-за неудобства работы, а также выяснять, почему сломан кессон и переделывать его, то рекомендую прислушаться к моим советам. Это сэкономит вам деньги и время. Всем спасибо. Не забывайте подписываться и нажимать на колокольчик. Также ставить лайки. Пишите свои вопросы, я обязательно на них отвечу. И помните, я подружу вас с ремонтом. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok